вот у нас снег идет но надо же так какой у нас сегодня уже 16 марта мы живем в александре возле вашингтона столица америки уже какой снег идет у нас уже вишни сакура цветет привет мои дорогие уже солнце вышло то и шел снег и так вот это до 16 марта с них идет полным ходом но уже представляете солнце вышло вот такая погода и так интересно что в этом штате здесь где мы живем и буря может быть потом солнце вот вообще вот чем мне нравится тут не бывает как было долго дожди идут пасмурно здесь много ветров туда-сюда и уже солнце так что был снег я приняла душ привела себя в порядок еще волосы не высохли надо досушить и тут бац солнце светит так что у нас считаю что в этом году вообще снега не было и ну и хорошо немножко увидели снежочек было это ну покататься если нужно кто любит покататься на лыжах надо ехать в горы вот и я передаю от моих детей привет они сейчас уехали отдыхать я вам потом может в конце видео вставлю маленькие ролики которые они там засняли там где они отдыхают они поехали как раз там где горнолыжный курорт и аквапарк но они мне так мально на по фейстайму позвонили и показывают что снега там тоже нету не знаю где там у них снег горнолыжный есть может искусственный ну не знаю но они поехали в аквапарк большой крытый аквапарк они там на пару дней решили отдохнуть так что у меня сейчас кристины и миши дома нету я смотрю за нашим зоопарком за двумя хорьками и за крестиной нам котом ну а за нашим котом смотрим джеймс так что у нас веселуха вот в этом школе сегодня пятница джеймс пошел в поликлинику там больницу его и мою тоже пошел за таблетками ладно а вообще от чем меня в голове сегодня крутится такое мнение кризис средних лет ярко там солнце сюда солнце так светит кризис средних лет вот знаете когда мужчина молодой он влюбленный все хорошо хороший молодой папа наверно хороший молодой муж и тут бац 40 лет или бац 50 лет ну кого как наверно так начинается кризис уже средних лет жена наверно приелась уже комплекция не нефертити так женился конечно на красотке образно так половину в половину меньше получил сейчас не буду говорить про себя по лупости ду уже русскую или украинскую женщину вот ладно что-то смотрю ему не мнется все что-то не так все что-то мы ругаемся климакс мужской это я хочу больше говорить о мужском климакс меньше чем о женском хотя женский тоже вы знаете я тоже как бы на пороге этого периода становлюсь тоже много чувствительности всякой проходит валерьянку при этом пью карвалол кстати у нас карвалол здесь днем с огнем не с не найдешь даже пытались по почте перед как-то по почте нельзя слать еще можем тихонечко в аэропорту как-то ну перевести с украины там с россии еще можем привести но у нас он считается наркотическим ну кто бы мог подумать он правда действительно помогает но вы знаете бабушки и дедушки все у нас сидят на эти там карвалоле а что еще то допить это может она уж какое-то свойство есть ночью норму выпил и расслабила тебя успокоила не так уж это нервничаешь потом голова мокрая еще потому что если уже посушу голову уже уже устала не по словам пока себя в порядок приведешь вот дальше чтобы я где моя полка сэлфи куда-то закинула ну ладно и ой спилась про карвалол так что я привожу там 6 и 6 и 12 флаконов я как захожу вот я если в украину приезжают предпоследние там дни иду в аптеку меня список последний раз на 300 долларов набрала лекарства ладно ну и джеймсу покупала койша так и захожу такой список валерьянки там столько то пачек фестал для желудка столько то пачек заходит до карвалола карвалола 12 упаковок 12 этих тюбиков сколько 12 ой вы знаете у нас 6 там или 5 больше нету верно давайте сколько есть прижула это как-то кто-то спросила есть не секрет а где вы так столько собираетесь я варю в америку тянуть свое лекарство сюда но почему при много вы знаете не так и не нужно сюда тянуть а многое и нужно сюда притянуть вот так как у нашего папы куку откройся бывает волки карвалдин даже ему больше нравится карвалдин он что-то ну барбовал я ему и барбовал давала но успокаивает успокаивает так его же теперь закончился вот сестричка была привезла уже все уже все на исходе вот так вот все нету уже 6 сестричка привезла 5 флаконов больших больших карвалова как успокоить нашего папу все ему не так все монета все не на месте все раскидано все плохо как это перфекционист или как и такое слово есть все не на месте вот он любит порядок а я непорядок люблю я все раскидать могу и богдан наверное такой же вот его все это надоело ему же все тут а умничает а дед все не так но вот такие у нас дела ну вот кризис средних лет ну как-то попробуем с этим справиться конечно вы знаете вот они в таком возрасте вот и происходят больше даже разводов может быть в этом возрасте то они любовь нашли себе вторую то они решили ему уже никто не нужен то еще потому что ну как-то молодости еще и вот парню нужна женщина так уже в старости женщина почему нужно то чтоб стакан подала наверное тоже нужно поликлинику ходят потом под ручку вместе куда они еще могут ходить уже но может быть в америке в ресторан ходит а у нас извините пенсионеры очень очень тяжело живут так что вот они вдвоем живут и потихонечку уже работ пенсии идет на ли на лекарства и все остальное и ходят уже поликлинику туда вдвоем когда мужик 50 лет все ему не так все ему не то дети надоели жена надоела вот вот здесь начинается конечно непростое время и только вы знаете слава богу ухожу в церковь молитвы вот у меня только вот таким образом все проходит в спокойной форме и чтобы я держала себя в мире в покое чтобы мир в семье был потому что его очень очень непросто держать этот мир в доме но ничего так что дай бог мудрости вести дальше семейные дела и попасть перед последнему влогу вы видели у меня там я покупки сделала небольшие небольшие по своему бизнесу мне все время нужно по своему бизнесу сейчас я вам покажу что я купила ну потому что мне уж извините называется трачу деньги джинс орет но так как я продаю мне я не могу продавать свой товар в некрасивом оформлении сейчас вот знаете такой ник и слава богу в америке большой выбор всего вот я как бы не нуждаюсь чтобы шить и мне нужно особые вещички я всегда могу пойти в такой на распродажах каких-то полазить посмотреть на так я на этом через интернет редко покупаю считаю что вообще не покупаю потому что кто его знает какое оно и что оно через интернет я кстати очень опечалена ой опечалена тут у меня дети ржутся говорят мама ты же с дубу руку вот такие слова говорить то потому что закрывается самый лучший магазин игрушек и одежда детской там где ну как сказать я богдану все на свете купила я у меня есть там видео может я вставлю ниже там где это видео если честно я у богдану все на сети там покупала на каких-то распродажах какие-то купоны и все на свете а теперь этот магазин закрывается там просто есть такие товары которые ну я в других магазинах не вижу и вот мой бизнес вот мой бизнес любимый это просто самый лучший бизнес умеря наверно делать вот таких младенцев вот таких прекрасных чудных малышей шапка с украины вот такой очень это богдана костюмчик все классовках что вот показала вам нашим покупки получила от мужа трангюли естественно ну как всегда ну ладно потихонечку куклы расходятся покупают слава богу вот ладно все рассказала все-все про лялякала и на этом я заканчиваю да это максим очка пока пока вот так что и сейчас конце вы увидите видео о котором я говорила что там дети отдыхают и покажу закрытый аквапарк в америке ладно дорогие мои спасибо что посмотрели сделала вам такой блог всем самого хорошего главное не унывать и быть всегда на позитиве чтобы мир в сердце был не было печали всего вам хорошего пока пока до новых встреч и да и и и и и